удостоверить что здесь все пошло же да если так так все да вячеслав игоревич добрый день здравствуйте сегодня у нас с вами небольшое интервью вы готовы задам вам несколько вопросов которые интересовались наши подписчики начнем с первого скажите отлично замечательно подскажите кем вы мечтали стать в детстве как это странно мне прозвучит я в детстве читал то есть самого маленького возраста возраст четырех лет я мечтал в больницу это замечательно я думаю что вашим клиентам в этом плане очень сильно повезло а почему вы выбрали именно пластическую хирургию она привлекла меня своей трудностью она меня привлекла возможностью не только лечить ну и создавать что-то новое например пластической хирургии предусматривает восстановление утраченных частей тела то есть пересадку пальцев восстановление функции конечности восстановление отсутствующего участка тела реконструкции наружных органов носа ухо губы это казалось на момент моего выбора очень сложно даже за предельным чем-то наверное предопределил выбор у меня был выбор между несколькими специальностями я мог остаться в детской хирургии где проходил интернатуру у меня была возможность стать детским нейрохирургом у меня была возможность стать хирургом онкологом И у меня была возможность стать врачом-комбустиологом, это специалист, который занимается лечением ожогов. Вот там конкретно я и начал заниматься пластической хирургией. В общем-то, выбор быть комбустиологом или врачом, лечащим ожоги, или термические травмы, так точнее будет сказать, он был обусловлен непосредственно тем, что я захотел быть пластическим хирургом. Априори профессия пластического хирурга очень сложная, но хотелось бы от Вас услышать, какие трудности встречаются в работе Вашей? Какие-то такие самые сложные, что Вы могли бы отметить? Основное отличие и основная, наверное, сложность нашей специальности состоит в том, что мы, в отличие от всех остальных врачей и хирургов других вообще, оперируем в здоровых людей. То есть, мой пациент, он не болен, он здоров. Он желает изменить свой внешний облик. Мы сейчас говорим о разделе пластической хирургии, эстетической хирургии. Это всего лишь навсего маленький кусочек пирога. Весь пирог пластической хирургии гораздо более объемным, чем то, о чем мы говорим. Пластический хирург в странах западного мира должен уметь сшивать микрососуды. Это артерии диаметром около 1 мм. Он должен уметь сшивать тонкие нервы. Это нерв пальца. Он должен уметь делать пересадки пальцев со стопы на кисть или уметь пришивать отрезанный палец на ноге, на руке непринципиально. Пластический хирург на Западе должен уметь восстанавливать расщелинные лица у детей и у маленьких. Он должен уметь восстанавливать измененные при генетических порохах лицевые скелеты у детей. То есть, профессия пластического хирурга на Западе, она отличается сильно от профессии пластического хирурга в России в сторону больших знаний, больших умений. У нас в этом плане более ограниченный, и в России пластический хирург в большинстве случаев является синонимом эстетический хирург, то есть человек, который занимается омоложением чаще. Основная сложность для меня, ну и для, наверное, большинства хирургов, моих коллег состоит в том, что нам приходится часто делать выбор не в пользу операции, хотя мы хирурги, потому что наша сфера деятельности, она связана в том числе и с восприятием человека своего образа, а эта сфера уже сфера психики. То есть, работая с материей, с телом, мы условно воздействуем как конечная цель на разум. Вот это часто заставляет задуматься о вещах, немного далеких от медицины. Вот это самое сложное. А как вот Вы считаете, можно ли с помощью пластической операции решить психологические проблемы, поднять самооценку человека, избавиться от комплексов? Это в большинстве случаев нашей работы происходит. Это как раз то, о чем я говорил только что. Действительно, это так. Мы, меняя внешность, улучшая внешность, меняем самооценку человека. Человек становится более свободен внутри себя, он переходит на иное качество жизни. Качество жизни изменяется. Это очень важно. С изменением качества жизни вообще меняется иногда у людей жизнь кардинально. Происходят события, которые казались до того вообще невозможными. Я имею в виду о позитивных событиях. Более успешная работа, более высокооплачиваемая работа, встреча другого человека, партнера, как это его по-другому можно назвать, или любимого человека. По-разному все его называют. Качество жизни меняется. Если оно меняется в лучшую сторону, то это очень значительные подвижки в жизни человека. И на данный момент оказан факт, что улучшенное качество жизни приводит к удлинению жизни. То есть вы выступаете в роли еще и психолога? Знание психологических нюансов, знание психологии есть неотъемлемая часть моей специальности. Если я психологию не буду понимать хотя бы на базовом уровне, то я не смогу быть пластическим хирургом. Это неразделимая часть нашей специальности. Мы обязаны ее знать. Смотрите, по данным статистики, самые популярные операции на Западе – это увеличение груди, липосакция и блеферопластика. А как обстоят дела в России? Есть ли статистика такая для России, может быть, для Самарской области? Очень было бы интересно узнать. Не могу сказать про Самарскую область. По России статистика приблизительно такая же. Общая статистика. По хирургам, по клиникам эта статистика, конечно же, разнится. Есть клиники, которые имеют узкую специализацию. Например, занимаются только хирургией молочной железы. Я знаю докторов, которые занимаются в основном только увеличением молочной железы. В мире есть специализированные клиники, которые, например, занимаются только липосакцией. Доходят до таких вот узких специализаций. С одной стороны, я считаю, это правильно. С другой стороны, все же специалист не должен быть подобен узкому-узкому лучу. Он должен все же больше охват иметь. Нам приходится часто сталкиваться с ситуациями, где нужны знания достаточно большие. Себя нельзя ограничивать в знаниях. А на каких операциях Вы конкретно специализируетесь? У меня нет узкой специализации. Я фактически выполняю все операции из арсенала эстетического хирурга. При этом у меня пациентов больше, которых волнуют проблемы возрастных изменений лица. То есть, в моем арсенале более чистые плефоропластики, подтяжки лица, подтяжки лба, ринопластики. Много операций на молочной железе. Достаточно много. Из нелюбимых есть липосакция. Я не люблю эту операцию как моно-метод. Она может идти в сочетании с другими операциями. Может быть сама по себе, персе. Саму по себе липосакцию я не делаю пациенту. Вячеслав Игоревич, что Вы считаете главным в подготовке пациента к пластической операции? Кроме хорошего здоровья, наверное, одним из главных критериев будет психологический настрой. То есть, если человек чувствует, что он готов, что у него будет все хорошо. Если он спокойно и уверен в этом, то все хорошо. Очень часто для того, чтобы спасти человеческую жизнь, необходимо оперативное хирургическое вмешательство. Для этого нужен специальный медицинский инструмент. Известно, что хирургические инструменты использовались человеком с самых древних времен. А какие их виды существуют сейчас, на данный момент? Хирург немыслим без инструмента. Ни один хирург, какой бы он талантливый и подготовленный ни был бы, он не может сделать операцию без определенного набора инструментов. Для каждой операции существует свой набор инструментов. Например, в моей практике больше всего инструментов в наборе для ринопластики. Порядка более, наверное, более пятидесятков номинований. Наверное, 70-80 инструментов я использую при ринопластике. При других операциях их меньше. Конкретный инструмент решает конкретную задачу. В основном что? Сначала мы должны разрезать кожу, чтобы получить доступ, скажем так, к структуре, которую мы будем изменять. Часто эта структура сама кожа и есть. То есть минимум у нас должен быть режущий инструмент, это скальпель. Дальше. Пластический хирург много работает с перемещением тканей. Для того, чтобы ему их переместить, их надо условно разделить. В основном разделение идет с помощью ножниц. Также мы должны ткани удерживать. Для этого существуют пинцеты, зажимы. Мы должны видеть, что мы делаем. Увеличить обзор операционного поля. Это нам позволяют различные раны, расширители, крючки, держатели и так далее, и тому подобное. Ну и финал операции это закрытие раны. Конечно же в одной руке пинцет. Он помогает удерживать кожу, к примеру. В другой руке иглодержатель, который служит для удержания и проведения через ткань иголки. Тешеный материал. Ну вот это усредненно грубо. Об инструментах говорить очень тяжело. Потому что их очень большое разнообразие. Если я бы имел распечатанный каталог инструментов, ну одной из фильмов, ведущий, производитель инструментов, вы бы увидели книгу толщиной приблизительно в сантиметров 8-10, ну минимум по тысячу страниц. Вот это да. Еще первый медик в истории Гиппократ детально описывал хирургические инструменты в своей книге, где упоминалась вся важность их исправности. Конечно. Я знаю, что недавно вы отдавали свои инструменты на заточку в компанию ADEMS. Можете поделиться опытом сотрудничества с этой компанией? Опыт крайне позитивный. Я для себя испытываю остро проблему качества инструментов. Что это значит? Все мои инструменты должны быть высокого качества. Часть инструментов приобретает моя организация, которой я дружусь. Часть инструментов я покупаю под себя конкретно на выставках. В основном это при зарубежных командировках происходит. Так вот, основной инструмент, которому у меня повышенные требования, это ножницы. Как я уже говорил, ножницы мы используем очень часто. Они у нас идут для разделения тканей. И в моих руках этот инструмент находится в большей части операции. Поэтому требования к качеству ножниц, к качеству их работы очень и очень высоки. Так как мы работаем очень много, наши ножницы часто тупятся. Я работаю только инструментами достаточно известных фирм-производителей. В основном это немецкая сталь. Она высококлассная. Когда затупились ножницы, естественно, их нужно поточить. Вот здесь возникают определенные проблемы. Потому что не каждый специалист, кто умеет это делать, возьмется раз. Два. Не каждый специалист, кто якобы умеет точить ножницы, не сможет наши ножницы именно заточить. И не каждый специалист сможет заточить так, как надо именно нам. Воспользовавшись профессиональными услугами той компании, о которой вы говорите. Адемс. В Адемс я остался крайне-крайне до угла. Ну, великолепно. Просто великолепно. Даже выше всяких похоже. Спасибо огромное. От души спасибо. Спасибо вам за сегодняшнее интервью. Мы желаем вам здоровых, красивых клиентов. Спасибо огромное. И чтобы ваш инвентарь, которым вы пользуетесь, всегда был в отличном состоянии. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok